Я бы хотела поблагодарить господина Лаврова. Он приехал в ЮНЕСКО вместе с нами праздновать 70-летие создания организаций. Россия е очень солидный партньор, серьезный партньор ЮНЕСКО. Мы только что поделили с господином министром, что у нас в России 56 кафедри в ЮНЕСКО. Россия предложила очень важную резолюцию от 2199 в Съвет безопасности по финансированию экстремизма, где работали вместе с Россией, включили незаконова трафика к культурными ценностями. Для нас это очень важная поддержка. Мы обсуждали въпрос о хранении культурного наследия в зонах конфликтов, как совместно бороться против экстремизма посредством образования, посредством сохранения культурного наследия. И тоже обсуждали предстоящий форум в Петербурге в середине декабря, когда научный совет при генерального секретаря Банки Муна, который мы здесь в ЮНЕСКО поддерживаем и руководим этот научный совет, будет иметь свое заседание в Петербурге. И я буду участвовать также в традиционном уже культурном форуме. Так что у нас очень плотные, я бы сказала, отношения, хорошие отношения. И я благодарна господину Лаврову, что он приехал вместе с нами праздновать 70-летие. Во-первых, еще раз поздравляю 70-летием ЮНЕСКО. Это важная веха в жизни всей системы Организации Объединенных Наций и в жизни ЮНЕСКО как гуманитарной опоры системы мировой архитектуры. Мы полностью разделяем усилия генерального директора по сохранению идеалов, целей, принципов, которые были заложены при создании ЮНЕСКО в ее уставные документы. И особое внимание, конечно, мы сейчас уделяем, вот как сказала госпожа Бокова, многопрофильным усилиям, которые будут направлены на недопущение того, чтобы экстремизм, особенно насильственный экстремизм, возобладал в современном миропорядке. И образованию здесь отводится огромная роль, потому что неграмотные, бедные, молодые люди – это лучшая среда для вербовщиков, которые этим активно пользуются. И второе направление – это поддержка межконфессионального, межцивилизационного, я бы сказал, диалога. ЮНЕСКО этим занимается, и в наше время, когда пытаются разрушить устои ближневосточного региона, где зародились все три основные главные мировые религии, конечно, очень важно этому вопросу уделять особое значение. И, как сказала госпожа генеральный директор, культурное наследие, которое разрушается варварами и Алеппо, и Пальмира, и многие другие районы Сирии, Афганистана, Ирака – это наше общее достояние. И я убежден, что ЮНЕСКО, в соответствии со своим мандатом, как только позволит обстановку в сфере безопасности, как только эти варвары будут оттуда отброшены, направит обязательно экспертную миссию, чтобы оценить размер ущерба и понять, как восстанавливать это бесценное достояние человечества. Говорили мы сегодня о том, что при всех сложностях международной жизни важно избегать политизации деятельности ЮНЕСКО, как это сейчас мы наблюдаем в случае с попытками принять Косово в члены организации в нарушении резолюции Совета безопасности в 12.44. Говорили мы и о необходимости всячески поддерживать дух компромисса, выработки консенсусных решений. И мы очень ценим то, что генеральный директор обладает этим талантом в полной мере и активно продвигает именно такие конструктивные подходы. Хочу еще добавить, поскольку мы на пресс-конференции импровизированной, что мы очень ценим роль ЮНЕСКО в соответствии с ее основополагающими документами в обеспечении прав журналистов. И эти права сейчас во многих районах мира грубо нарушаются. Уверен, что ЮНЕСКО сможет через свои соответствующие механизмы постепенно, пусть, но все-таки последовательно исправлять эту ситуацию. И ждем госпожу генерального директора в Петербурге на Международном культурном форуме и на заседании научного совета при Генеральном секторе в декабре этого. Спасибо.